Хайзенберг встречается с торговцем оружием. Матерым таким. Который говорит, что уж 30 лет в теме. Что я выучил точно, занимаясь этим бизнесом так долго? Не задавая лишних вопросов. Особенно по делам, которых подогнал адвокат. То есть, адвокат подгоняет самых отмороженных у тырков. Вот, например, бывшего учителя химии. Мистер Хайзенберг хочет что-то прикупить? Так он хочет прикупить. После того, как Густаво Флинк зарезал своего подручного канцелярским ножом, он, понятно, хочет пистолет прикупить. Или что-нибудь еще стреляющее. А там уже разложен ассортимент на кровати в мотельчике. Всякое. Всякое разложено. Сначала он, по-моему... Я не успел рассмотреть. Тому больно мало показывают. По-моему, он Смит Вессон к себе цепляет такой пистолет. Застегивает курточку и говорит... Ну, как я выгляжу? В смысле того, что не спалят ли тебя полицейские? Так вот, спалит. Слишком большой. Убрал. Если хочешь, чтобы тебя не заметили, купи Курносова. 38 Спешл. Я такой, что блин? Какой 38 Спешл? 38 Спешл это патрон, так называется. Никак не револьвер. 38 Спешл это патрон, которым может кормиться самое разное оружие. Ну, достает он его, судя по всему, если я правильно рассмотрел, Ruger LCR. Ruger, ну, понятно, марка производителя. Лайт калибр револьвер. Который как раз рассчитан под этот самый 38. Правда, не только под него, но и под него тоже. 38 по-нашему скоро. 9 ММ. Хороший. Да. Он маленький совсем. Там есть чуть больше. В смысле барабан шире. А там самый маленький на 5 выстрелов. Понятно, что Хайзенберг нервничает. Говорит, всего 5 патронов. А сколько в пистолете? Говорит, 10 в обойме. Один в стволе. Говорит, если ты не осилишь за 5 раз, значит и... Ну, и очередные 6 патронов тебе совсем не помогут. Значит, стрелять ты не умеешь. Поэтому, говорит, вот хороший, верный, надежный курносый, как он его называет. Курносый. На короткой дистанции заедешь его 10-граммовыми экспансивками, а тебя остановят кого угодно. Ну, это он так сокращенно, что 10 грамм такого веса нет. У англичан уже все в гранах, в унциях. Там, по-моему, 10-43 весит эта штука 10-граммовая. Как раз для... Утяжеленная для 38-го спешала. Ну, короче, 10 граммов. Ну, 10 грамм, да. Это с короткой дистанции. Оно прямо... Ой-ой-ой. Тем более, что этот спешл... Он спешл потому, что он здоровый. Прямо как жвахнет. Одно удовольствие. Я, правда, не знаю, как с этого Рогера стрелять. Я никогда в жизни не стрелял. У него очень короткая рукояточка. Как его там держать в руке, я даже не понимаю. Он маленький. Манюний вообще. Совсем маленький. Плюс, у него очень много пластика. Он очень легкий. Просто очень без патронов, по-моему, 380 грамм. Что-то такое. Очень прям, но никакой. Хороший. Вообще веса никакого нет. Совсем. Ну, для полицейских и уголовных разборок самое то. Там же не надо... 25 метров и всякое такое. Это неправильно. А в живот стрелять удобно. Или затылок. Опять же. Очень хорошо. Совсем маленькой-маленькой дистанции. Ну, он ему выдаёт сразу кобура скрытого отношения. Говорит, есть пластиковая, есть кожаная. Я лично больше люблю кожу, но очень приятнее. Я старой школы. Сам торговец оружием. Но он прям такой манерный. Вообще ужас. Профессионал. Сразу видно. Но мистер Уайт сразу начинает делать фрикции. На что торгуется? Говорит, что да, говорит, и тебе нужно очень много тренироваться дёргать, потому что если ты будешь тупить, пистолет окажется не у тебя в руках. Ну, а этому самому Хайзитбергу вот точно совершенно пистолет не нужен. То есть, совсем не нужен. Только для самоуспокоения. Ну, да. Для страха. Успокоить. Потому, что он его настолько долго вынимает из штанов, что ему, если имеется в виду совсем клоус-куба, там у Сковородской по башке можно успеть дать это время, пока он его достает. Точно совершенно. Там Даша поучительно в конце говорит, а это, говорит, что? А это то, за что я с тебя, говорит, возьму в четыре раза больше, чем в оружейном на районе. Это спиленный серийный номер. И что? Ну, нелегальный ствол, понятное дело. А нелегальный дороже. За риск. Даже в моем детстве спилить нельзя было. Все равно экспертиза выявлялась. Так вот вытравить, конечно, могут. Протравить и все. Ну, его же выдалбливают. То есть, там же стучат. Оно далеко вглубь уходит. Странно. Ну, вот они вот спиливают всю дорогу. Везде. Ну, не знаю, может там... Не, ну, спиливать нормально. Они какой-то, может, кислотой тоже ее там... Ты когда по металлу стукал... Я понимаю. Я много раз стукал. Вглубь уходит. Да. Я говорю, они сами кислотой это дело помажут раствором гейны. И там все, выступит, пожалуйста. Ну, словом, криминальный авторитет-то и говорит Уолтеру Уайтову. Я, говорю, стесняюсь спросить тебя для самообороны. Он говорит, только для самообороны. Если для самообороны, он говорит, так ты в Нью-Мексико. Ты иди и купи себе легальный ствол. У нас, говорит, законы такие, что если ты думаешь, что кто-то угрожает твоей жизни и здоровью, можешь достать оружие, встать поудобнее и палить, насколько хватит патронов. Хорошие законы. Да. Ну, в Вермонте лучше. Там разрешено любое ношение оружия. Скрытое, открытое. Какое хочешь вообще. И сейчас прямо на полном серьезе обсуждают налог на невооруженных людей. Переживают, видимо, за этот Black Lives Matter. Да. В Вермонте очень мало этих самых блэков совсем. Там традиционно почти все белые. Да. Поэтому порядок, по всей видимости. Ну, я не знаю, насколько там порядок, потому что белые сами барагозить могут ничуть не хуже. Но факт в том, что вот такое на полном серьезе обсуждается. А там можно все, что угодно носить, как хочешь. То есть, совсем как хочешь. Никаких ограничений в этом отношении, насколько я знаю. Ну, собственно, вот мистер Уайт сам себя уговаривает. Нет, нет, нет. Только для обороны. И покупает нелегальный ствол. После чего мы понимаем, что не только для обороны ему эта штука нужна. Вообще странно, конечно, вот этот вот привоз такого количества стволов. Ты представляешь, сколько оно весит? Как это тащить чемодан на колесах или что? Сомнения. Что это у тебя тут за магазин на кровати, блин? Это для того, чтобы внушало уважение. Не более того, что у него смотри... Очень странно. А если тебя за жопу возьмут с этим твоим чемоданом? А где ты их взял? А чего ты их таскаешь? Так он видимо отстегивает, кому надо. И его поэтому не берут. Дальше-то он будет... Тогда должен стучать на всех, кому продал. Видимо, опять же стучит, но не на всех. Потому, что есть особо денежные клиенты, на которых сейчас ты настучишь. А дальше кто тебе будет хорошо платить? Спрашивается. Самому настучат. Да. В приквеле-то... Чуть не сказал дальше. Не дальше. А дут угодно. Обороны. Он там Майку Эрментрауту в снайперские винтовки подгонял. Еще лучше. Майку нужно было стрельнуть на дистанцию некую. Ну, он ему там подогнал Барретт 50-го калибра. Ну, чтобы уже наверняка. Еще какую-то винтовку немецкую, если не ошибаюсь, я не помню уже. Ну, и старый добрый Ремингтон, который американцы используют в армии до сих пор. Это же Барретт один весит-то, я не знаю, как зенитка. А у него плюс еще, еще, там еще кое-что лежало. Он-то все приволок и опять разложил на кроватки. Ну, для кино. Ну, опять же, внушает уважение, когда так у тебя расставлено, прям все разложено. Ассортимент, понимаешь, выбор. Это же Америка. Там 40 сортов колбасы, 15 сортов револьверов. Все можно купить. Теряюсь, честно тебе скажу. То есть, это вообще покупка данного инструмента. Не пойми, откуда ты знаешь, кого из него завалили. Если к тебе это привяжут, ну, это же удобно. Тебя за это посадить. Давай, оправдывайся. Теряюсь. Не, ну, понятно, что мистер Уайт пытается посиленно обезопасить себя с криминальной стороны. Ну, конечно, это само уж покоение психологическое, не более того. Потому, что что он там один сделает с этим выстреленным револьвером? Да ничего он вообще не сделает. Ничего. Вон там есть специалист дядя Миша, деда Миша. Вот деда Миша, он его и снайперки завалит, и никакой револьвер ему не потребуется. Это точно совершенно. Если вдруг что...